Сел я ночью за комп и хотел поиграть в God of War, но в этот момент я что-то ощущал неладное, потому что God of War не хотел особо запускаться, и постоянно я наблюдал вылеты. Я решил перезапустить ПК, после этого, конечно же, зайти в God of War. Захожу на эмулятор PlayStation 2 и запускаю God of War 2. В итоге он загрузился, появилась главная менюшка, и я захотел поиграть на лёгкой сложности. И заметил, что с Кратосом что-то не то. Кажется, он не такой, какой был раньше. Какие-то белые глаза, весь окровавленный. Что-то здесь нечисто. Протёр свои глаза и такой подумал, блин, может всё-таки померещилось. Смотрю, катсцена как раз нормально выглядит. Я тогда для себя понял, что у меня всё привиделось. Под конец с начальной катсцены я заметил, что у Кратоса отсутствовала голова. И тогда мне как раз ничего не привиделось, это было на самом деле. Да, и противники были все окровавленные. Я даже не могу объяснить, что это с God of Warом случилось. Также я заметил, что Колосс тоже как-то поменялся. У него стали гореть красные глаза вместо синих. Как бы боёвка была та же, но что случилось с God of Warом я сам не понимал. Вот я дошёл до первой битвы с Колоссом и заметил, что вокруг меня всё стало кровавым. Вода полностью стала из лавы, а Колосс был весь окровавленный. В итоге вот эта странность всего происходящего наводила меня на одну мысль. Может в это время с God of Warом творится реально что-то не то. Я уже добиваю Колосса как раз. И у меня просто ощущение такое, что дальше будет ещё более страшнее. Упал я в бассейн из крови. Рассматриваюсь и вижу, насколько здесь всё поменялось. Насколько же здесь окровавленная вода. Я начал всё ломать и нашёл двух девиц, которые были как раз нормальные здесь. Но справа от них был писающий мальчик, который тоже был полностью из крови. Я зашёл в эту красную воду и решил немножко позаниматься с этими девушками занятием по боксу. И после этого я решил идти дальше. Я купался как раз в реке из крови. Я шёл дальше по сюжету, несмотря на то, что здесь творится. Целое здание было в крови, как будто здесь кого-то резали. Дохожу до второй стадии битвы с Колоссом. И в этот момент мне стало страшно, когда Колосс начал появляться. На таком страшном фоне, как будто всё окровавлено. Повсюду лава, огонь, разрушение. Нереально было не по себе. В итоге я быстренько побил Колосса. Решил его прикончить окончательно. В итоге после того, как я победил очередной раз Колосса, я прохожу ещё несколько локаций, чтобы дойти до катсцены с мечом Олимпа. В итоге после этого меня ждал бой с окровавленными воинами. Проходя ещё дальше, я заметил, что меч Олимпа был полностью окровавлен и видоизменён. Я вижу, что Колосс жаждет меня убить, и я должен как-то выжить. В итоге, спустя несколько минут, я всё-таки вытаскиваю меч Олимпа. И он был весь в лаве, как будто это не был меч Олимпа, а какое-то другое оружие. В моих руках было оружие сатаны. И поэтому я пошёл добивать Колосса. Ломал я полностью Колосса изнутри. В итоге я дошёл до самого конца, чтобы выпрыгнуть из его рта. В итоге он меня придавил своей рукой, и передо мной появляется Зеус. В итоге я встаю, и иду к мечу Олимпа. Вижу, что интерфейс не меняется в нормальную сторону. Что до сих пор этот кошмар продолжается. Передо мной появляется Зеус без ног, полностью в чёрном обличии, который хочет меня уничтожить. Мне было настолько страшно, я не представлял, что мне делать. Я пытался как-то ударить, но ничего не вышло. В итоге он меня положил и воткнул меня в меч. В итоге я утром просыпаюсь и понимаю, что это был всего лишь сон. В итоге после осознания того, что это был всего лишь сон, у меня появилось видение, где я как раз Кратосом на летающем коне лечу по кровавым облакам и уничтожаю всех подряд. Передо мной была красная луна, и я понимал, что здесь что-то нечисто. И я в этот момент понял, что это всего лишь было иллюзией. Потом я решил зайти снова в Годовар и понял, что с ним сейчас всё в порядке. Но то, что я пережил, я буду помнить всегда. И я думаю, что больше такого не повторится в моей жизни. Субтитры сделал DimaTorzok